Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге великие музеи мира. Фридрих Авербек, Италия и Германия. Написано после 1828 года, холст масла 95 на 105. Фридрих Авербек, немецкий художник, представитель романтизма, лидер назарейцев, группы, получившие свое название от иудейской секты Назареи, славившихся своей праведностью. Представленное произведение является авторской копией оригинала, написанное время между 1811 и 1828 годами и хранящегося в Мюнхене в новой пинокотеке. Толчком к написанию картины с этим сюжетом послужило другое творение, аллегорическое полотно друга Авербека, тоже Назареица, рано умершего 24 года, Франца Пфорра, Сулабиф и Мария. Но если Франца Пфорра разделяет мифы Сулабифии и Марии, то Авербек мифы Италии и Германии в образе аллегорических женских фигур этих стран, посестринские объединяет. Женщины смотрят друг на друга с выражением глубокого доверия и нервности, при этом каждое присущее некая мументальность, символизирующая равнозначные роли стран в истории человечества. Обращает на себя внимание жест рук обеих фигур, переплетение их пальцев. Так выразительно их соединить было особой заботой художника, когда он писал полотно. Картина Авербека стала отражением важнейшего принципа Назареица, гармоничного соединения черт итальянской и немецкой живописи средних веков и эпохи возрождения. Вот такое описание по книге Великий музей мира, работы Италии и Германии, автор Фридрих Авербек, написан после 1828 года. Пока-пока, до свидания.